привет всем на канале вето тиви и сегодня наконец-то пришло время подбирать новую косметичку я люблю такие видео всегда их жду и смотрю у других девчонок потому что я считаю что девочки не зря же отбирает себе косметику на целую неделю они же всякую фигню не возьмут правда ну давайте посмотрим что я себе там отложила ну начнем с тонального средства я взяла себе вот такое тональное средство от рудковского у меня это оттенок 110 и я его еще не пробовала но многие его хвалили я таки решилась стоит он в районе 600 гривен по моему ну то есть такая цена средняя девочки если он действительно так хорош как его хвалят нормально по цене это будет хорошо поэтому потом расскажу далее это консилер от эволайн тоже хваленый уже но я не знаю сколько его хвалят хочу тоже очень попробовать вижу что по оттенку он должен не подойти а как он будет вести себя у меня на коже не знаю потому что у меня уже и заломы есть у меня и морщины имеется очень будет интересно как он себя поведет так теперь давайте наверное перейдем контурингу возьму себе вот такой скульптор от релуи на первом оттенке обожаю просто обожаю этот скульптор он хороший правильного оттенка все красиво светлокожим девочкам светленьким очень даже подойдет белоснежечка красивый красивый скульптор хорошо держится хорошо лежит на коже нравится буду покупать еще если закончится далее покажу вот что я возьму себе это мое недавнее приобретение очень мне хотелось попробовать хайлайтеры от vivian собой их тоже очень хвалили мне понравился вот этот светленький желтинкой я все-таки такое жаркое не люблю не нравится что-то похолоднее и посветлее на своей коже красиво приливается не скажу что он станет моим самым любимым хайлайтером возможно нет ну довольно достойно смотрится могу его предложить если хотите но имейте ввиду что здесь имеются блёсточки отдельно поэтому кого это напрягает лучше сразу отметайте и не покупайте то блёсточки любит присматривайтесь не скажу что эти блестки так уж вульгарно смотрятся для меня это нормально приемлемо возьму такие румяна это тени макс марр сорок седьмом оттенке очень его хвалили именно этот сорок седьмой оттенок сравнивали там и с милане и с разными дорогими брендами вот в общем неплохие тени я уже раз пользовалась ими как румянами в общем девочки нужно просто наслаивать но согласитесь за 27 гривен можно и поднасловить красивый дуохромный оттенок мне они понравились неплохо смотрятся а главное они не подчеркивают текстуру кожи и смотрятся не пошло вот далее конечно на возьмем и наверное вот такие карандашики все эти три карандаша от бренда vivienne sabo черный карандаш они неплохо держатся в слизистой очень неплохие карандашики стойкие они пляшивые очень красивый оттеночек синий здесь какой же это только оттенок 0 4 единственное что у таких карандашика гелевых очень большой расход а так они меня устраивает неплохие оттеночки особенно я люблю здесь синий вот этот вот этот оттенок он не голубой он бирюзовый красивые карандаши для бровей я возьму от релуи этот карандашик не пришел в подарок хочу попробовать понравится он мне или нет я если честно пока еще его не пробовала и как-то вот побаиваясь я боюсь что мне может не понравится оттенок taupe не знаю девочки надо тестировать не буду ничего говорить видите он идет толстенький от vivienne sabo он наверное два раза тоньше будет за этот карандашик не думаю у кого знаете бровки такие вот которым нужно просто цвет тогда будет неплохо смотреться если бровки шевые ну скорее всего нужно брать тогда лучше vivienne sabo и прорисовывать отдельные волоски чтобы смотрелось более эстетично так теперь конечно база по тушу тавелайн и vivienne sabo вот вместе они очень хорошо дружат красиво смотрятся люблю далее покажу вам помады купила себе от релуи тоже помаду на парфюме но четвертом оттенке это металлик у меня она сегодня на губах ну если честно такая она ядреная она реально девочки фиолетовая на губах плотно ложится и очень сложно ее нанести полупрозрачным слоем то есть она такая пигментированная но я тоже нашла подход если мне не нужен вот такой насыщенный цвет он нужен лишь только вот слегка под тончик я тогда беру бальзам обычный для губ и наношу поверх немножко добавляю вот цвета и что то такое вот лиловое получается на губах поверх брест и на этом все я люблю вот эту вот линейку нравится мне но конечно так ядро смотрится да если для видео это еще вот нормально а если на работу ну наверное отправят домой скажет можно было на больничную пойдешь да подлечишься так и ну конечно более такое повседневные это лориаль моя любимая помада 109 подойдет она не всем она подойдет белоснежка на девочках с теплым потончиком будет выглядеть инородно и не очень красиво и возьму блеск для губ это у меня тоже от трилуи он у меня поверх помады реально девочки такой плотненький блеск на губах он не ощущается в принципе довольно комфортно смотрится он видите очень уходит в холодный потон то есть тут видны и голубые блесточки ну такой ядреный тоже блеск я если честно даже не ожидала что будет насколько насыщен насыщенным то есть это вот реально такой холодный голубой перелив у вас на губах ну чё прикольно вообще прикольно мне такое хотелось но я не ожидала что он будет вот именно вот такое даст я думала как всегда вот этот вот полупрозрачность что-то там себе да там где-то что-то блестит ну такой неплохой в общем очень он мне понравился вам скажу теперь перейдем к палеткам возьму себе постальную палетку от color pop я недавно себе color pop коллекцию свою расширила еще купила две палетки очень люблю эту палетку она но тоже девочки она холодная она подойдет холодненьким девочкам с холодным потоном смотрится она красиво красиво хорошее качество но к этим тенюшкам именно вот качеству к ним нужно привыкать но они стойкие они хорошо держатся красиво смотрятся но девочки в общем чем рассказываю об этих тенюшках уже много сказано многим нравится этот бренд да не зря я скажу не зря и возьму свою новую покупочку лиловую я ее очень ждала и наконец-то наконец-то она у меня как же я ее ждала это моя любимая гамма я довольна как просто как слон да сегодня кстати уже не накрасилась что делать чего тянуть кота за хвост поэтому решила накраситься очень красивая палетка качество вот одно и то же оно стабильное молодцы и если девочки заказывать эти палетки не платить за пересылку там там дорого там 60 долларов по моему я чё-то я уже не помню у меня вообще память девичья тогда получается очень даже бюджетно вот если с подружкой договориться там да вот или сама вот решила заказать подсобирала что там тебе нравится дела и заказала тогда будет очень даже бюджетно девочки у нас такое качество за такие деньги вы к сожалению не найдете у нас есть хорошее качество но дерут же втридорого чуть я все такой ядреной девочки набрала наверное возьму себе вот такую палетку вдруг не захочется быть такой уж яркой от наблы secret palette я вообще палетки наблы люблю у меня конечно их уже много но кстати я уже перестала как-то уже переболела наблой перестала их покупать половину скупила и успокоилась палетка довольно повседневная очень красивая здесь цветовая гамма есть цвета и с холодным батончиком и для тепленьких девочек в общем каждая сможет себе что-то там найти красивые и удачные палетка по качеству неплохая есть у нее свои проблемы я об этих проблемах уже рассказывала можете девочки послушать что я о ней думаю но палетку я люблю да она мне более нравится чем не нравится хорошая палеточка единственное что в этих палетках они идут базовые с одной стороны это хорошо а с другой стороны у меня уже много базовых оттенков и мне бы хотелось вот эти вот рыжие вот эти вот золотко вот желтенькие эти оттеночки чем-то разбавить ну очень бы уже хотелось этого а так вот каждая набла у меня половина используется а вторая половина просто себе отдыхает в общем один один ваша самую руками ну тут это такое это уже дело личное кому как возможно кому-то это очень даже нравится лично мне хотелось бы разнообразие поэтому в принципе я перестала покупать палетки вот новый очень уж много оттенков у меня не рабочих ну девочки я думаю что вот это вот мне всего и хватит я угомонилась очень я довольна своим подбором косметики буду пользоваться надеюсь с удовольствием единственное что переживаю вот за тонально за тональное средство как она будет носиться будет ли она скатывается и смотрится на мне не очень красиво ну это ладно девочки много мне вот это вот косметика счастья принесла а ведь жизни главное это счастье правда это радость счастье хотя нет девочки знаете что самое главное это не быть счастливой а позволить себе быть счастливой мы часто просто не позволяем себе быть счастливым вот по каким-то причинам мы вот делаем счастливыми всех вокруг себя но не себя вот думаешь ну как то вот это вот отложу а вот если я буду счастливая возможно у меня тогда что-то вот заберут кто его знает понимаете мы сами не даем себе быть счастливым давайте на все плевать и становиться счастливым вот и все так что девочки беру с вас слово вы должны к следующему видео стать счастливее у меня все пока и до новых встреч